Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Подчеткой вневедомственной охраной. Подразделения Росгвардии в жестких условиях наравне с мужчинами несут непростую службу представительницы прекрасного пола человечества. Женщин в штате вневедомственной охраны войск Национальной гвардии России по республике Дагестан гораздо меньше, чем мужчин. Но каждая является достойным звеном службы. Добросовестно исполняют должностные обязанности, подкрепляя личным примером высокий статус сотрудника Росгвардии. Рабочий день начинается со сбора информации, анализа, планирования, координации работы и контроля по выполнению поставленных задач в управлении для подчиненных подразделений вневедомственной охраны. Мы занимаемся изучением материалов, первичных материалов кандидатов. И если они подходят нам по параметрам, мы уже принимаем их, документы обрабатываем, направляем все проверки по месту жительства, по месту учебы, проверки дипломов, аттестатов проводимых. Самое тяжелое в нашей профессии, наверное, это объявлять сотруднику об уходе на пенсию. Это бывает очень тяжело. И кандидатам, которые не прошли все эти наши требования, им тоже бывает тяжело отказывать. Я работаю с людьми, оказываю психологическое консультацию, оказываю психологическое сопровождение, помогаю людям. Если психология – это наука о душе, о внутреннем психическом мире человека, чтобы человек мог достичь своего баланса, душевное равновесие. В основном моя работа заключается в том, я работаю с самооценкой. Мои обязанности входит, это техническая сторона, подключение объектов, квартир, частных домов, подключение объектов по телефонным линиям, через телефонные станции. И в последнее время у нас еще есть один вариант – подключение через интернет и с резервным каналом через сим-карту. Каждая из этих сотрудниц является гордостью и украшением коллектива. И каждая из них не понаслышке знает, что значит служба в силовых структурах. Я воспитывалась в семье военнослужащих. И каждый день, каждый раз мы ждали всегда родителей, пока они вернутся с командировок. Это было, конечно, мы очень таким образом, как дети, нам было очень скучно без родителей. Но при всем при этом мне хотелось все равно надеть форму. Мне очень нравилось, как родители мои выглядят в форме. И я знала для себя, что я пойду по стопам родителей. Я свою службу начинала в МЧС России по Республике Дагестан. И несколько лет тому назад я перешла в ряды Росгвардии. А привело меня в эту службу, я росла в семье сотрудника. У нас династия сотрудников. В детстве я уже для себя решила, что я буду сотрудником. По выходным дням отец иногда меня забирал к себе на работу. Мне очень нравилась эта работа. И мне кажется, в каждой семье сотрудников, где дети растут, они для себя уже с детства решили идти по стопам родителей. Бегать быстро, стрелять метко, знать законы, регламентирующие деятельность службы, должны все сотрудники вне ведомственной охраны. Регулярно девушки АВО вместе с остальными сослуживцами повышают свои профессиональные знания, отрабатывают приемы борьбы, участвуют в различных соревнованиях регионального и федерального масштабов. В подразделениях Росгвардии проводились соревнования между подразделениями Росгвардии. Там меня заметили. Есть такое подразделение СОБР, Ястреб. И они меня пригласили для участия в соревнованиях. По Северному Кавказскому округу. Больше подготовки профессиональной по стрельбе научили и обучили меня СОБР. Являюсь мастером спорта по стрельбе из ручного боевого стрелкового оружия. Да, я занималась очень много лет спортом. Являюсь мастером спорта СССР по спортивной акробатике. Спорт мне дал очень много. Спорт закаляет характер, силу воли. Вообще, мне кажется, спорт – это жизнь. Ну, спортсменкой я себя не считаю, но спорт очень люблю. У меня сын спортсмен. И нет-нет, мы с ним выходим на стадион труд на пробежку. Утреннюю пробежку, вечернюю пробежку. Вот такое бывает. Ну, в будущем видно будет. Может, во что-то вольется этот спорт. Ничто и никто не вызывает такого уважения и доверия, как человек в военной форме. А если им является еще и женщина, то расположение к ней вдвойне особенное. Леди в погонах. От них исходит какая-то уверенность, надежность и внутренняя красота. Какой бы должности и какое бы звание ни имел человек, он, если честный, порядочный, он останется таким же. Я бы не сказала бы, что у меня мировоззрение поменялось. Но одно могу сказать, что многократно увеличивается ответственность за ту работу, которую ты делаешь. Мне кажется, любая профессия, она накладывает очень сильный отпечаток. Форма, она нас дисциплинирует, подтягивает. Какую-то уверенность нам тоже придает. Форма, мне кажется, тоже какой-то отпечаток накладывает. Хоча Джамиля Саидова погоны так и не надела, но по праву стала визитной карточкой АВО. На протяжении 37 лет добросовестно трудится в одном и том же подразделении. За все годы работы у нее сложились доверительные отношения не только со служивцами, но и с гражданами, чье имущество, а порой и жизнь охраняет отдел вневедомственной охраны. В то время, когда можно было аттестоваться, у меня было, ну, по семейным обстоятельствам как-то не получилось. Очень давно вот с кем я работаю, это я считаю, это мои родственники, мои близкие люди, моя семья, и даже уходя в отпуск, скучаешь, звонишь, как и так далее. Когда кто-то заболеет, переживаешь за этого человека. Мы, в принципе, всех друг от друга все знаем, очень давно работаем, дружно работаем. В неведомственная охрана стала вторым домом для нас, для всех, признаются и другие участники программы. Для меня неведомственная охрана действительно стала вторым домом, потому что большую часть времени мы проводим на работе. В неведомственной охрана для меня стала вторым домом, потому что ты целый день проводишь здесь, в коллективе, ну, можно сказать, любимая работа. Университетная охрана действительно для меня стала вторым домом, моей семьей. Здесь много очень разных многогранных личностей, от которых я очень многому учусь, и вместе с ними я развиваюсь. А теперь о нашем одевичьем. Все наши героини имеют хорошие манеры, как говорится, одеты с иголочки и выглядят замечательно. Внимание, раскрываем все секреты молодости и красоты. Спасибо за комплимент. Я считаю, что не бывает женщин красивых и некрасивых. Но если вы меня считаете за красивой, тогда можно сказать спасибо моей матери. Спасибо большое за такой комплимент. Но мне кажется, красота – это понятие относительное. Красота, мне кажется, должна быть и внутренняя, и внешняя. Все, мне кажется, идет изнутри. Она должна быть душевная, эмоциональная. И как я сама работаю психологом, надо достичь какого-то баланса, душевного равновесия. Держать себя в форме, во-первых, нам помогает физкультура. У нас здесь есть замечательный зал, оснащенный спортивным оборудованием, где мы занимаемся с инструктором по физической подготовке. И в свободное время выезжаем на природу, ведем здоровый образ жизни. Надо любить близких, прийти на помощь, допустим. Сказать хотя бы, когда человеку плохо, слова, утешение, да. И так далее. Таких больших секретов тоже нет, да. Женщины ФАВО не просто украшают коллектив, а выполняют свои профессиональные обязанности на отлично. При этом не разделяя работу на мужскую и женскую. У нас силовых структуров никогда мы не делим на женскую или на мужскую. У нас очень даже хорошо справляется женский наш коллектив. С поставленными задачами также как не отстают от мужчин. Но, честно говоря, всеми женщинами мы тоже гордимся. Они нас никогда не подводят, справляют и со служебными обязанностями. С учетом высоких требований Росгвардии, наши сотрудники не просто великолепно выполняют свою работу, они могут и сдавать спортивные нормативы. Я уверен, что и, как говорится в русской пословице, конян на скаку остановят, в горячую избу войдут и выйдут оттуда обязательно победителям. Вот такие женщины несут службу во вневедомственной охране войск Национальной гвардии России по республике Дагестан наряду с мужчинами-коллегами. Охраняют закон и правопорядок, взвалив на свои хрупкие плечи эту тяжелую ношу. И каждый день доказывают, что женщинам все по силу, оставаясь при этом воплощением красоты, ума и душевности. Уважаемые телезрители, это все, о чем я вам хотела сегодня рассказать. Мне остается напомнить, что с вами была программа «Служа Родине» и я ее автор и ведущая Сеги Батьях Яева. Я благодарю всех вас за внимание. До новых встреч в эфире. Берегите себя и все, кто вам дорог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова